Здравствуйте! В эфире Вести Спорт Татарстан в студии Всеволод Дворкин. В регби на футбольном поле речь пойдет не о качестве газона на последних домашних матчах Рубина, а об одном из заключительных сборов российской молодежки. Наша национальная команда готовится к первенству Европы в Испании. Одним из последних, теперь уже пройденных этапов, стала Казань. В столице Татарстана подростки занимались до конца этой недели. Теперь российским вундеркиндам предстоит посетить еще и Францию. Там пройдут завершающие тренировки. Отметим, что в составе россиян есть и два наших земляка Герман Давыдов и Булат Шайдулин. Футболисты КамАЗа завершили очередной этап межсезонных сборов. В воскресенье челнинцы вернулись домой. В Турции автозаводцы провели четыре контрольных матча. Сейчас спортсменам предоставят пару дней отдыха. А затем команда начнет подготовку к первому матчу третьего круга. 26 марта на своем поле им предстоит встретиться с Калининградской Балтикой. Из селекционеров тренера новым старшим наставником молодежки Рубина назначен Андрей Федоров, ранее возглавлявший селекционный отдел клуба. На этом посту он сменил Юрия Уткульбаева, который ранее перешел в Челнинский КамАЗ на должность спортивного директора. Добавлю, что в первых двух играх третьего круга молодежным составом руководил Владимир Ежуров, ставший теперь помощником Андрея Федорова. От дивана до беговой дорожки один шаг. В Казани начали строить фитнес-центры во дворах жилых домов. Один в советском районе уже работает, причем числу посетителей может позавидовать любой клуб. Потому столичные чиновники подобрали еще 30 площадок для таких спортхаусов. Как спортивной столицы России решили поставить на тренажеры каждого в сюжете Альбины Батаршиной. Когда пустырь на улице Батаршина оградили и возвели металлический каркас, жители засыпались полком с жалобами. Опасались, что возле детского сада и высоток строят очередной пивной ларек или магазин. Однако сейчас они этой стройке рады. У них будет дворовый спортивный клуб. Возвести его предложил казанец Вадим Карпушин. В прошлом году он защитил этот проект в мэрии и получил гранд-правительство республики на три таких объекта. У нас во дворах отсутствует какой-либо вид спорта. Ребята не занимаются. Соответственно, ушли в спортивные залы со школ. В дворах нет спортивных залов. Соответственно, вот идея созрела, чтобы привлечь ребят молодых именно спорту, а не посиделкам в подъездах. Бизнесмен пообещал, что абонементы будут стоить дешевле, чем в крупных спорткомплексах. Плати тысячу рублей в месяц и занимайся хоть целыми сутками. Первый опыт показал, что пустовать в спортхаусы не будут. Такой клуб открылся в советском районе в прошлом году и сразу же стал популярен. Этот на улице Батышина откроют в мае. Всего же планируется возвести 30 таких центров шаговой доступности. Однако обратили внимание и на уже популярные объекты. К примеру, стадион Тасма решено обновить. Стадион Тасма, в котором располагается детская и спортивная школа. Там население очень с удовольствием посещает этот объект. В последнее время по нему было очень много разговоров по этому объекту. Но сейчас уже президентом принято решение о выделении финансовых средств на реконструкцию стадиона Тасма. Там будут проходить игры по футболу во время универсиады. В планах реконструкции еще 23 старых городских стадионов. Кроме того, по-прежнему открыты все новые объекты универсиады. Бесплатно они доступны по воскресеньям с 8 до 14 часов. Перенесены матчи с участием казанского «Зенита». Всероссийская федерация волейбола изменила сроки проведения полуфинальных игр-плей-офф. Ответные встречи казанцев против новосибирского «Локомотива» пройдут в начале апреля. Это связано с прямыми трансляциями, запланированными нашим телеканалом 1 и 2 апреля. О новостях спорта вы можете узнать и на нашем сайте. А это была последняя информация выпуска. Спасибо за внимание.